хеллоу привет друг как твои дела пиши в комментариях и мой секретарь возможно опубликует твои комментарии если они будут тему и адекватные вот со своим негативом давно в принципе негатив сейчас никто не пишет уже все эти негативщики уже на че выздохли че еще вот короче продаю звукосниматель бесеречь вот короче по ним по нему хотел видео снять но в этом lx одни бомжи сидят и нищеброды скажу одно вот вот была у меня сначала сона там такая вот я поставил сейчас 270 гривен цену поставил вот объявление как выглядит вот бесеречь это при живой бридж вот бридж отличается чем бридж вот ведь вот надписью и вот это вот звукосниматель вот эти вот они регулируются здесь вот то есть надпись здесь а на неках надпись вот эта надпись будет здесь вот эта надпись будет здесь и будет ну вот так написано то есть бесеречь вот так бесеречь вот и все что тут сложного понять неужели тяжело найти найти что-то бизнес написали частное лесу какой нахер это бизнес ты какой тут в какой тут может быть бизнес по себестоимости блин даже даже дешевле бред какой-то вот написал косметик бридж из поэта видео проверка на тестере все данные есть ну короче ладненько это понятно время идет так сказать вот сообщение сколько сообщение целая куча вот мне тут много людей написала поэтому сейчас вот вот один человек написал так и не ответил другой написал вот один вот пишет один я ему написал свои данные вот можно это самое купить то пожалуйста можно а за 250 можно попросить или ну думаю можно уже достали уже реквизиты скинул он не пишет я беру только наложенным платежом без главняка думай быстрее слышь я бы написал блин сначала это он меня как обезьяна скопировал сейчас не год обезьяны вообще а вот собаки я ему написал что привет думай быстрее потому как я могу и передумать вещь новая например долл встанелька скаканет и цена будет такая же ну короче чувак не хочет покупать хочет наложенным платежом наложенным платежом это халява понимаете халява получается наложенный платеж LX доставка это и есть наложенный платеж то есть получается смысл вот вот люди какие-то тупые какие-то один там вот я не буду искать один написал а вот кстати сейчас про одного быка напишем скажем так потому что по-другому его не назовешь вот с кем я переписывался вот вот еще один написал в тот же день это позавчера была помощью поза поза вчера а за 260 отправить в запорожье я говорю хорошо как через урок доставку или после оплаты наложкой не отправляю потому как ты можешь тупо не не прийти вот им пишу если ты в харькове то можем живу встретиться или у тебя есть знакомый в харькове могу с ней встретиться мой мобильный для связи если хочешь через переводчиков тогда так короче ну мои условия то есть это мой лайфхак можно сказать проверенный на практике я уже давно торгую знаю что и как только что ходила там дошел и узнал что у меня бриджевый зукач ну типа подтверждение что я никогда не пользовался доставкой ну и лох что не пользовался сам продает там что-то блин и что-то долго продает так бы на ложка забрал мне просто нужен бриджевый на такую формацию старая ясно 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 я снял просто я бы все забрал без на новой почте мне попросту нет смысла не забрать ибо у вас вариант поярче всех дорогих что я видел а я пишу ну на ложка я не отправляю опыт показывает как бы не клялись а потом извини то денег нет то забыл а по другим товарам говорю по личному опыту что уже как лет 20 торговли в принципе не меняю порядочный гарантирую понятное дело вот и сам честно говоря сам улык с доставкой поздно начал пользоваться так боже давно все продал бы и не разговаривал бы сейчас потому что там до нового года была бесплатная доставка вообще шага ну хорошо тогда давайте хотя бы я вам 150 скину как предоплату а на почте я плачу странные 110 это лоха нашел жулик точно такой вариант подойдет просто уже честно тоже накалывался с предоплатами и уже мало так доверяю вы уж простите а я пишу не верю нет никаких гарантий с твоей стороны слушай не морочь мне голову 20 человек уже интересуется звукачон тебе надо не мне мне все равно кто и когда купит он есть не просит денег у меня хватает а когда мне нужен товар я просто спрашиваю реквизиты и плачу вперед без всяких уламываний ладно тогда завтра сбору 260 и завтра сможешь отправить только интаймом если можно ибо новая почта у меня далеко находится и я могу любой день отправлять каждый день хожу на почты что-то отправлять кроме воскресенье то я ответил окей завтра тогда сбору вот он пишет завтра тогда сбору по реквизиту я хорошо зато счет конечно же отправлю повторяю свои данные он пишет окей привет хорошо жду оплату и напиши свои координаты полностью фио мобильный адрес номер отделения переводчик хорошо и вот пишет розыган антон валерьевич in time 4 запорожье телефон час но 630 281 59 я вот по-нормальному написал горя запорожье там 0 и 4 разыган антон валерьевич ну наверное так жду оплату ровно в 260 гривен вставляешь ну и вы памятку ему скинул вставляешь терминал 270 или больше там снимают за комиссию страны можешь перевести себе по полный тинет или мобильный или еще какие счета привет ну что покупаем столько столько разговора все пустую это уже вчера вечером обещал же человека оплатить вчера вот он пишет вчера нет нашел вариант лучше а ему пишу сегодня так надо было сообщить я же говорю что ты товарищ ненадежный вот так бы отправил на ложка ты тупо бы не забрал я же говорю что блин люди ненадежные я на ложка не отправляю потому что халява это вещь такая же человек не заинтересован он денег не оставляет и получается и получается 60 человек денег не оставляет он может тупо не прийти или вот не написать нахер он нужен тю а предоплата это бред потому что у нас менталитет людей русский скажем так и или сыганский не знаю как обозвать его короче уроки какие-то уроки блин короче оплатит 150 например а потом скажет а я тебе уже платил оди оди это это самое и короче их нахуй тиху очень нищеброда вот и 270 поставил все ну все пускай продается посмотрим сейчас 8 число сегодня скоро получки у людей будут должно должно уже продаться наконец это звукач этот вот что тут говорить тю бомжатник один тю наложка наложка я сразу же наложка я не отправляю все потому что это игра в одни ворота а улыкс это наложка и есть кстати улыкс доставка это наложка и есть то есть получается вы платите по реквизитам на карточку деньги замораживаются товар вам приезжает вы оплачиваете доставку только туда говорите ага товар беру все и деньги потом это тоже наложка деньги уже тогда мне продавцу попадают на карточку тогда когда вы подтвердите покупку а если не подтвердите а если там ну и торговника не было типа если забрать то тогда уже если не забираете товар тогда уже товар едет назад за счет третьей стороны все пока пока ты ну такого у меня никогда не было чтоб кто-то что-то не забрал тоже нонсенс какой-то я я